В Кашхабском районе с начала новой рабочей недели 14 февраля вернулись к очному формату обучения все образовательные учреждения. Как отметили в Управлении образования района, продлевать дистанционное обучение не планируется. Напомним, что решением районного оперативного штаба из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, школы района с 3 по 12 февраля были переведены на удаленный формат обучения. Как мы все знаем, на прошлой неделе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, ростом заболеваемости детей, учителей, все школы республики были переведены на дистанционное обучение. Но на сегодняшний день все школы Кашхабского района вышли на очную форму обучения. Школ, где больше 20% заболеваемости от общего числа детей ни в одной школе нет, поэтому решили возобновить обучение в очной форме. Для соблюдения защиты здоровья детей в каждом образовательном учреждении имеется необходимый перечень, необходимое количество всех средств защиты. Это и средства, это и бесконтактные термометры, соблюдается все, начиная с термометрии, заканчивая до конца учебного дня. По графику работают рециркуляторы, учителя на уроках, когда работает рециркулятор, дети, учителя без масок. Все остальное время все работники во время перемены соблюдают масочный режим. А вот что касается ревакцинации? То, что вакцинацию 100% в первую очередь провели сотрудники все образовательных учреждений. Это говорит о том, что очень ответственно подошли люди к тому, что именно работают с особым контингентом, это с детьми. Поэтому в срок своевременно, 100%, кроме тех, кому медотвод комиссиона был, врачебной комиссии выдан, все остальные своевременно прошли вакцинацию. Ревакцинацию за январь месяц по плану прошли все. Но 6 месяцев исполняется, проходит ревакцинацию. Люди подходят к этому ответственно, добровольно. На сегодняшний день дети переносят бессимптомно, не в тяжелой форме, но 40 детей еще болеют ковидом. Это в 13 общеобразовательных учреждениях. Где-то один ребенок, где-то 5 детей, где-то 8 детей. Вот так. Хочется надеяться, что обстановка не усложнится, и школьники смогут полноценно продолжить обучение в очном формате.